Рад приветствовать снова на канале Денис Любов и сегодня мы с вами поговорим на одну очень важную тему, а именно весенняя рыбалка 2023 года. Какую рыбу можно словить в марте? Какую приманку и какую прикормку лучше использовать для рыбалки в марте? На какую рыбу действует запреты в марте? На какую снасть можно ловить весной, а на какую нет? Ну и последнее, какие штрафы может выписать нам рыбинспекция в Украине, если мы будем рыбачить в марте? Поехали! Итак, наступила долгожданная весна и настоящие любители рыбалки уже давно готовятся к открытию сезона. После зимней спячки озеро и реки наполняются жизнью, но как бы и рыба начинает активно кормиться. Никто не хочет упустить шанс на поимку большой и вкусной рыбы, и поэтому рыбаки собираются с утра и отправляются на рыбалку. Весенняя рыбалка имеет свои особенности. Вода еще холодная, поэтому рыба находится на мелководье, где вода быстрее прогревается. Рыбаки собираются там же, где вода теплая, мутная. Это может быть залив, устье реки или тихая бухта. Они стараются использовать живую наживку, например, червь, мотыль. Это то, что может привлечь рыбу, если наживка больше двигается. В марте, в зависимости от регионов, условия можно ословить различные рыбы. Уже начинают вовсю появляться щука, окунь, судак, ясь, карп, карась, лещ. В общем, очень большое количество рыбы уже просыпается и ищет себе, чем вы поживиться. Все знают, что реки наполняются водой, немножко выходят с берегов, и поэтому как бы все эти мурашки, капушки, все то, что на берегу было, оно всплывает. Ну и рыба, естественно, в этом всем копошится и ищет себе корм. Вот. Однако, стоит понимать, что в различных регионах и водоенах сезон лова может быть различный, а также могут быть ограничения долговли разных видов рыб. Поэтому, перед тем, как отправляться на рыбалку, необходимо изучить правила рыболовства в вашем регионе и выбрать виды рыб, которые можно ловить в марте в вашей местности. Например, в Вилково сейчас до конца марта щуку ловить нельзя. Запрет. На какую приманку и прикормку стоит в марте больше рассчитывать, чтобы споймать свою долгожданную рыбку. Итак, выбранки и приманки для рыбы в марте зависят от многих факторов, таких как виды рыб, условия рыбалки, состояние воды и так далее. Однако, можно назвать несколько типовых вариантов. Для ловли в реке в марте можно использовать приманки, имитирующие мелких рыбок, такие как воблеры, блесны, мормышки. При этом стоит учитывать, что вода в марте обычно прохладная, поэтому можно использовать приманки более ярких цветов, так как рыба может быть менее активной и менее склонной к принятию приманок, то есть ее нужно привлечь. Кроме того, можно использовать небольшие кусочки червей или кукурузы в качестве дополнительной прикормки или приманки. Итак, что касается прикормки, то можно использовать микс из песка, глины, мелкой крупы, смешанных с мелкой нарезанной рыбой или червями. Опарыши, можно мотыля добавить, также можно добавить небольшое количество автоматической добавки для привлечения рыбы. Это экстрактанты, резкие такие, как чеснок, можно добавить мясные добавки, вода холодная, рыба больше любит креветки, что-то такое добавить. Если на ставке есть карп и другие крупные виды рыб, можно использовать более крупные фракции, более большие кормушки или кормушки с утяжелителями, чтобы корм погружался на большую глубину. Также можно использовать большие куски червей и мотыля в качестве приманки. Ну, когда они шевелятся, там, для рыбы, это же вообще дичь просто. Итак, независимо от того, какую приманку или прикормку вы выберете, важно учитывать условия рыбалки, состояние воды и привычки рыбы. Лучший способ определить оптимальный выбор приманки и прикормки, это экспериментировать и наблюдать за результатами. Ну, как в анекдоте, да, дяденька, на что вы воете? На ховно, мальчик, а мне пожуете? Вот, на примере этого мы можем проехаться по берегу и узнать более подробно, какая рыба клюет, на что воет и тому подобное, если, конечно, вы не боитесь услышать свою сторону чего-то нового. На какую рыбу действуют запреты в марте? Запреты на ловлю рыбы в марте могут быть различные в зависимости от региона, опять-таки же, водоема, реки, где вы находитесь, какое законодательство действует в вашей стране или штате. Вот, в Украине есть перечень рыб и определенные размеры, и напротив них, естественно, штрафы, которые полагаются за поимку, ну, маленькой рыбы. Поэтому, конечно же, рекомендую вам просмотреть, изучить данный список. И, конечно же, там, штрафы, вот. Ну, и лучше, конечно, мы же все хотим рыбу ловить, а не жить одним днем. Поэтому, как бы, когда мы приезжаем на рыбалку, мы не просто отдыхаем и ловим, но мы, как бы, еще что-то оставляем после себя. Не обязательно забирать больше, чем вы сможете съесть. Вот, ну, какую снасть ловить весной, а на какую нет. Ну, на какую снасть лучше ловить весной, а на какую нет. Весной, как и в любое другое время года, выбор снасти зависит от вида рыбы, на которую вы планируете идти. А также от условий рыбалки. Вот, есть, конечно же, когда начинается запрет, это все прекрасно понимаете, что это один крючок, одна удочка. Вот, и, как бы, ну, лучше не наглеть и себе приключений не искать. Понятно, что всем хочется словить больше, больше вероятностью, но, как бы, нужно уважать тоже и природу, когда рыба начинает уже откармливаться перед нерестом, и мы тут начинаем уже со всех палок, дырок и вещей ловить ее, ну, как бы, а потом мы жалуемся, что рыбы нет. В целом, весной наиболее эффективными снастями могут быть блесна, например, медная на хищника, серебряная или золотая, воблеры, особенно на рыбалке, заросшей растительностью, вот, мормышки, особенно при ловле на малых глубинах, приманки для ловли на мушку, в том числе нимфы, мокрые мушки и сухие мушки. Однако, следует помнить, что в разных регионах для разных рыб могут существовать свои особенности, правила поведения, использования тех или иных снастей. Например, в некоторых местах могут быть запреты на использование жирца, блесен или мормышек. Поэтому, перед началом рыбалки, мы, опять-таки, вам советуем изучить эти все рекомендации, чтобы не было никаких потом новых видосиков, типа, меня штрафуют, а я не хочу. За что штрафует рыбинспекция в Украине? Итак, рыбинспекция в Украине осуществляет контроль за соблюдением правил и норм рыболовства, а также защитой водных ресурсов. Штрафы могут быть назначены в случае нарушения следующих правил. Нелегальная ловля рыбы без лицензии. Разрешение специального разрешения на рыболовство. Это лицензия и разрешение больше относятся к тем, кто занимается этим как бизнесом. У кого есть лодки, кто ставит сети, например, и как на Дунае, ну, также и на Днестре. Поэтому здесь нужно, конечно, желательно разрешение иметь. Те люди, которые объясняют всю ситуацию тем, что у всех большая семья и всем нужно кормиться. Ну, ребят, к сожалению, есть закон. Да, его не все соблюдают, его кто-то, ну, как-то своими правилами пользуется, да. Ну, к сожалению, если вы можете, фиксируйте на видео, даже когда рыбинспекция сама ставит сети, и сама же эту рыбу снимает, ну, типа, вот таким образом ловит на сети. Снимайте видео, отправляйте его в МВД, я не знаю, там, в запрещенных зонах, таких как заповедники, запретные зоны, где запрещена любая деятельность, включая рыболовство. Ну, опять-таки, на каждой реке, каждом водоеме есть определенные места, ямы, вот, где, возможно, запрещена рыбная ловля. Это надо, опять-таки, все уточнять. Нарушение сезонов ловли, когда запрещено рыбу ловить в определенный период времени в году, чтобы обеспечить ее сохранение и размножение. Вот. Еще использование запрещенных методов лова, таких как электроудочки, яды, взрыв, ну, взрывом, ну, и какие-то другие оглушающие рыбу приспособления, либо вещества. Вот. Также рыбоинспекция может выписать штраф за отсутствие или нарушение правил регистрации, маркировки рыболовных снастей, водок и других инструментов, используемых при рыболовстве. Ну, больше это касается, конечно, тех, кто занимается коммерческим видом рыбной ловли, а там сети, маркировка, все лодки, они должны, опять-таки, быть промаркированы, ну, и стоять на учете. Кроме того, в Украине существует специальный список видов рыб, которые находятся под защитой и запрещены к ловле. И нарушение этого правила может привлечь за собой штраф и значительный штраф. Штрафы за нарушение рыболовной ловли Украины могут быть достаточно серьезными и зависят от типа нарушения. Например, штрафы за нелегальную ловлю рыбы без лицензии могут варьироваться от нескольких тысяч гривен до десятков тысяч гривен. Кроме того, в случае серьезных нарушений, таких как незаконная коммерческая добыча рыбы, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Итак, я надеюсь, сегодняшнее видео вам немножко дало разъяснений, вы сможете хорошо подготовиться к началу сезона в вашем регионе, ну и словить большущую рыбу. Итак, всем спасибо за просмотр, жду от вас комментарии, возможно каких-то дополнений, вот. Ну и конечно же, до скорых встреч, пока!